В канун нового учебного года особое внимание безопасности на дорогах и железнодорожных переездах. Соблюдение правил дорожного движения это то, к чему должны стремиться все участники движения. Сегодня на сети российских железных дорог прошел единый день безопасности. Что он из себя представляет в следующем материале. Железнодорожный переезд около деревни Большие Карачуры является одним из наиболее опасных. Большой поток автомобильного и железнодорожного транспорта увеличивает шансы дорожно-транспортных происшествий. С начала этого года на переездах республики произошло две аварии. Казалось бы немного, но в прошлом году одна. Стало быть, рост в два раза. Цель сегодняшнего мероприятия это все-таки в первую очередь довести до водителей ту статистику и ту негативную обстановку, которая происходит на железнодорожных переездах. И все это происходит из-за недисциплинированности водителей, владельцев транспортных средств. И наша задача сегодня достучаться до водителей на данном переезде, раздать им памятки, правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Представители ГИБДД и железнодорожники проводят такие рейды далеко не в первый раз. В основном на переездах с интенсивным движением поездов и автомобилей. Время от времени надо, наверное. Конечно, надо остановиться и убедиться, что нет поезда и впереди свободная дорога, чтобы проехать. Как того требует и правила дорожного движения. Надо, конечно, обязательно надо. А почему? Очень много нарушают. В республике оборудованы 44 железнодорожных переезда, три из которых регулируемые. Профилактические беседы – лишь часть комплекса принятых мер. На участках с пересечением пути устанавливают камеры видеонаблюдения. При тесном взаимодействии с ГИБДД республики Чувашии мы все-таки решим этот вопрос. Они будут подключены и сотрудники ГИБДД могут фиксировать все нарушения, которые происходят на данных железнодорожных переездах. Работа в этом плане будет проводиться. Специалисты отмечают – самое главное при движении через железнодорожный переезд – быть внимательным и соблюдать правила дорожного движения. Только так можно обезопасить себя и окружающих людей. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков.